Расскажите о худшем флирте, который вы видели или который произошел с вами. Сегодня утром я стоял в очереди за кофе в Старбакс. Парень передо мной непринужденно флиртует с девушкой Бариста за стойкой. Наконец он делает заказ и она говорит, а теперь ты должен мне 4 доллара 11 центов. Он спрашивает, а когда ты дашь мне свой номер телефона? Она говорит, сначала я познакомлю тебя с мужем. Он стоит прямо за тобой. Это была моя жена. Не совсем флирт, но я повел в кино девушку, в которую был очень влюблен. Во время титров я наклонился, чтобы поцеловать ее, а она вскочила с сидения и закричала «нет» во всю мощь своих легких посреди кинотеатра. Отвозить ее домой было довольно неловко. После этого я стал гораздо увереннее приглашать девушек на свидание, потому что думал, что может случиться хуже этого. Однажды я видел парня, который неудачно пытался подкатить к девушке. Он дождался, пока ее подруга выйдет в туалет и подошел к ней, танцуя дурацкий танец. Он развел руки в стороны, согнул их в локтях и махал вверх-вниз, как курица, пока шел к ней. Потом он сказал «Эй, хочешь потанцевать?» Она ответила «нет», а он сказал «хорошо» и удалился тем же способом, пританцовывая и размахивая согнутыми в локтях руками. Это случилось в шестом классе. Однажды я заметил, что девочка, в которую я был сильно влюблен, начала корчить мне рожицы. Я воспринял это как приглашение ответить взаимностью. Мы обменивались глупыми рожицами, и этот момент мог бы стать самым лучшим за все мое детство, если бы за ним не последовало самое худшее. Меня тронули за плечо, и обернувшись, я увидел парня, который превратил мою жизнь в ад. Высокий, симпатичный, капитан баскетбольной команды, постоянно издевался надо мной. Оказалось, она обменивалась взглядами с ним, а я попал под перекрестный огонь. До сих пор неприятные воспоминания. Я флиртовал с девушкой в баре, и вроде бы все шло хорошо. Примерно через полчаса с начала разговора я начал очень сильно чихать. Какое-то аллергическое чихание, которое появляется из ниоткуда и никак не проходит. Я прикрыл нос, и сопли попали мне на ладонь, а потом потекли по лицу. Я просто ушел. Это было два года назад. Мой приятель рассказывал о девушке, которая ему нравилась. Он приглашал ее в различные заведения и просто проводил с ней время, но не мог набраться смелости, чтобы ее поцеловать. Наконец он решил познакомить меня с ней. Мы должны были все вместе встретиться в баре, куда обычно ходим. Я прихожу в бар, а его нет. Я пишу сообщение, и он отвечает, что немного опаздывает и появится еще через час или около того. Черт, я заказываю напитки и замечаю симпатичную девушку, которая кажется такой же расстроенной, как и я. Мы заводим разговор о том, какими ненадежными могут быть люди, знакомимся, и я приглашаю ее сыграть партию в бильярд. Мы довольно открыто флиртуем на протяжении всей игры. Она якобы случайно прижимается ко мне и все такое. В конце концов, я заключаю с ней пари. Если я выиграю, она должна меня поцеловать. Я попадаю в лунку, выигрываю и целую с ней несколько минут. А потом узнаю, что это девушка, с которой встречался мой приятель. До сих пор они вместе, и мы не рассказывали ему об этом. Я работал в торговом центре, и мы постоянно ходили обедать в одну забегаловку. Никто из нас не знал симпатичных девушек-мексиканок, которые там работали. Один парень по умолчанию назвал их всех Мария. Одна девушка показалась мне особенно симпатичной, и я решил пригласить ее на свидание. Однажды я делал у нее заказ, и она спросила, что я хочу добавить в свой буррито. Я сказал, твой номер телефона. Поскольку это не было начинкой для буррито, она сделала паузу, а затем повторила вопрос. Я огляделся. Позади меня стояла очередь голодных, нетерпеливых людей. Они стояли, не обращая внимания. Мой запал иссяк. Я пробормотал что-то себе под нос, типа, я видел тебя здесь раньше, или что-то в этом роде. Она не поняла, о чем я ее спрашиваю. Она наклонилась, указала на одну из возможных начинок для буррито и сказала, оливки? В этот момент я понял, что она не говорит по-английски и знает только базовый запас слов, необходимый для приготовления буррито. Я сдался и съел свой обед с поражением. Это было в Сан-Диего. Я впервые приехал в Южную Калифорнию. Я из западной части штата Нью-Йорк и очень сильно сгораю на солнце. Я ходил везде без солнцезащитного крема. Мое лицо опухло и шелушилось, но мне было все равно, потому что я был очень пьян. Мы сидели в баре, и я разговаривал с одной симпатичной девушкой. Мне казалось, что я безумно очарователен. Она прервала меня и сказала, я не хотела тебя перебивать, и ты кажешься очень хорошим парнем, но тебе точно не нужно в больницу. У тебя лицо очень опухло. Полное уничтожение. Я была в баре со своими подругами. Ко мне подошел очень красивый парень, и мы поболтали секунд 10. Потом он подтолкнул ко мне своего застенчивого друга со словами, это имя парня, он очень классный. В этот момент мне стало ясно, что красавчик изо всех сил пытается помочь своему несчастному неловкому другу научиться общаться с девушками. По какой-то причине это тронуло мое сердце, и я начала вежливо и дружелюбно общаться с этим робким чуваком. Итак, робкий чувак продолжает болтать со мной, а я делаю вид, что не замечаю поднятый вверх большой палец красавчика друга. Он кажется милым парнем, просто болезненно застенчивым. Он раза три спросил меня, откуда я родом. Каждый раз, когда я отвечала, он застенчиво смеялся и говорил, извини, я уже спрашивал тебя об этом. Это было забавно. Он реально пребывал в легкой панике, даже просто от разговора со мной. Я довольно положительно с ним общалась, чтобы укрепить его уверенность в себе. В этот момент моя стервозная подруга подходит ко мне, смотрит на парня, хватает меня за руку и говорит, ой, ладно, я тебя спасаю, и оттаскивает меня. Я останавливаю ее, говорю, нет, мне весело, все в порядке. А она буквально тычет в него пальцем, смеется и отпускает какую-то злую шутку по поводу моей благотворительной деятельности. Выражение лица того парня до сих пор заставляет меня вздрагивать, когда я думаю об этом. Он был полностью раздавлен, как будто все его сомнения или критические замечания в свой адрес были подтверждены. Он ушел от меня так быстро, как только мог, абсолютно униженный. Я хотел познакомиться с девушкой в лифте в колледже. Я спросил ее имя и поднял руку, чтобы сделать жест «палец-пистолет». Пространство было таким маленьким, что в итоге я дотронулся до ее сисек. Когда я учился в колледже, у меня были довольно длинные волосы для парня. Я еще и рыжий, так что грива была большая. Однажды, в очень холодный день, я был одет в длинное черное пальто. Я заправлял машину и вдруг услышал позади себя голос. Эй, детка, хочешь присесть ко мне, чтобы согреться? Я обернулся, думая, что это должно быть адресовано кому-то другому, но вместо этого увидел очень удивленного старика. Когда он заметил мою бороду, то подпрыгнул, как будто его током ударило. Он начал заикаться. «О, благослови вас, Бог! О, благослови вас, Бог!» Отступая назад к своему пикапу, а потом наехал на бордюр, пытаясь выехать с заправки. Я спросил ее, не хочет ли она выйти покурить, чтобы мы могли поговорить наедине. А она сказала мне, что у ее матери рак легких. Я извинился и ушел. Однажды в баре мой приятель хотел познакомиться с очень привлекательной девушкой. Он сильно нервничал и долго не решался. Наконец, он набрался смелости заговорить с ней. Но когда к ней подошел, то вместо этого ударил ее кулаком в спину и убежал. Это остается самым печальным взаимодействием между мужчиной и женщиной, которое я когда-либо видел. В старших классах, когда мне было лет 14-15, я ездил в автобусе с девушкой, которая рано расцвела. Она была из другого класса, и мы иногда флиртовали. Но шансы на реальное общение были минимальны. Однажды, когда мы стояли и ждали автобуса, я заметил, что на ней были джинсовые шорты. Очень короткие для ее длинных ног. По какой-то причине я подумал, что будет уморительно поджечь бахрому ее джинсовых шорт своей зажигалкой. Имейте в виду, мной руководили только гормоны. Я думал, что это будет забавно. Типа, ух, вспыхнет и сразу погаснет. Поэтому, когда она повернулась спиной, я зажег зажигалку прямо под ее попой. Конечно, сразу же обтрепанный хлопок шорт сразу загорелся, и не было ни единого признака, что он погаснет. Тут же я понял, что совершил большую ошибку и начал шлепать ее по заднице, пытаясь сбить огонь. У меня получилось, но со стороны это выглядело так, как будто я подбежал и начал грубо хватать ее за задницу. Попытка сгладить ситуацию словами «Я пытался потушить твои шорты, которые я поджег», оказалась провальной. Она просто решила избегать меня с тех пор. И правильно. Мы болтали и шутили с одной девушкой. Я сделал довольно грубый комментарий, который она справедливо приняла за шутку. Она закрыла уши и со смехом сказала «О, мои девственные уши». Я думал, что был остроумным, когда ответил «А твой рот тоже девственный». Я получил пощечину. В одиннадцатом классе мой двоюродный брат был очень симпатичным, популярным капитаном команды по регби. Однажды в новый учебный день в его классе появилась новенькая красотка. Он садится рядом с ней, начинает болтать, двигается ближе, флиртует. Она отвечает взаимностью, хлопает ресницами, кокетливо улыбается и так далее. Он спрашивает ее о планах на выходные, и она сообщает ему, что ей нужно навестить бабушку на какой-то семейной встрече. Забавно, что и у него тоже в выходные запланировано семейное мероприятие. Они общаются, он спрашивает, как зовут ее отца, а потом улыбается и спрашивает, как там поживает дядя. Оказалось, что они троюродные брат и сестра. Я играл во фрисби в компании друзей. Я бросил тарелку в одну очень милую девушку. Клянусь, она смотрела на меня, когда я бросал, но повернулась, когда тарелка еще летела. Кто-то позвал ее по имени, и она повернулась как раз так, что фрисби попал ей прямо между глаз. Чуть не сбил ее с ног. Конечно, она села на землю. Следующие два часа я извинялся. Под обоими глазами сразу распылились синяки от этого удара. Она была похожа на енота. Я была влюблена в бармена и подумала, что было бы мило оставить для него в туалете кораблик из туалетной бумаги. Когда я вернулась, я сказала своим самым сексуальным голосом. Я оставила тебе кое-что в туалете. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу, как только это предложение вырвалось из моих уст. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok